В статье сказано о свойстве скромности. Что значит скромность в нашей работе? Скромность. Это означает, что я не требую больше ничего, кроме того, чтобы быть отмененным, как будто несуществующим, с моим желанием получения внутри света, внутри Творца. Что я хочу, по крайней мере, в одной точке поднять Малхут над Биной. Это то, что я хочу сделать. Войти как капля семени в матку. Бина – это матка, высший, а я – Малхут. Так, по крайней мере, в одной капле. То есть я отменяю свои желания для себя и хочу только слиться с Биной и просто отменить себя по отношению к ней. Это означает, что приходит, появляется семя и сливается с маткой. Это то, что я хочу. Это вход в духовное. А затем мы будем с вами учить, что есть три дня восприятия семени. Это три линии, свойства трёх линий. Три дня восприятия семени, усваивания семени. Затем сорок дней создания плода, когда мы не приходим в состояние, что у нас появляется плод, то есть такое маленькое тело. Уже желание получения, но полностью отменённое, в той мере, в которой оно может отменить себя перед Высшим, в этой мере оно растёт. Внутри Высшего, внутри Бины. И это то, что дают ему. И то, что ему дают, оно впитывает свойства отдачи всеми силами, насколько возможно, превращает себя, хочет уподобиться силам отдачи, чтобы они властвовали над ним, управляли им. И тогда в таком виде он развивается внутри матери, внутри Бины. Потому что всё по совпадению, по свойствам. И тогда становится, после сорока дней, сорок дней — это ступенья подъёма из Малхуд в Бину, когда он получает свойства Бины. на своё желание получения. Он остаётся в желании получения, иначе он не будет творением. И тогда желание получения, которое так выросло в течение сорока дней создания плода, когда оно уже в чём-то подобно Бине, тогда называется, что он прошёл первый этап продвижения, первый этап развития. А затем есть три месяца, и ещё три месяца, и ещё три месяца. месяцы лунные, не земные. Мы в духовном отсчитываем месяцы по Луне, потому что земной шар — это желание получения, а Луна — это как бы ступень промежуточная между желанием получения, землёй и Солнцем, желанием отдачи. И насколько мы можем между Малхут и Кетер быть всё больше и больше на уровне Бины? Это символизирует нам Луна. И тогда мы поговорим о том, что мы раскрываем на Луне, что мы хотим раскрыть, то, что раскрываем, но нам не рассказывают. Есть там очень интересные вещи в том, как человек прибывает на Луну, касается Луны. Тут есть очень интересная вещь. Но это в пути. И так мы развиваемся. То есть всё время в самоотмене по отношению к вере Выше знания всё время думать о группе, о Творце, и в таком виде это называется «Днями развития плода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова